Этот ролик называется «Маргинал про европейскую культуру». Кстати, вот спрашивал у нас Николай Второй. Есть проблем, связанных с рабочей силой, она решается за счет менее богатых европейских стран, то есть Румыния, Болгария, ну вот румынские рабочие, болгарские, они вполне себе присутствуют в развитых европейских странах. Есть решение проблемы в виде Беларуси, Украины, России и все. То есть этого, в принципе, было бы достаточно для решения таких серьезных проблем с рабочей силой. Даже Польша дает рабочую силу некоторым западноевропейским странам. А вот что касается очернения Европы, или чернения, кому как больше нравится, хотя, мне кажется, тут и то, и другое подходит, так ведь это ведь результат не того, что рациональные решения были приняты, что вот приняли столько, сколько необходимо для рынка труда. Это не так. Это бесконтрольное проникновение в Европу, как мы видим на лодках, там они переплывают, еще как-то, особенно усилившаяся в связи с арабской революцией, войной в Сирии, особенно и в 2015 году был кризис беженцев. Какая это рабочая сила? Это не рабочая сила. Это вот пришли миллионы, совершенно незаконно проникнув через границы, пришли просить, значит, бесплатного супа и ничего не делать. Кроме того, сейчас такая ситуация, что огромное количество вот этих бывших мигрантов уже, которые уже натурализовались, у них же есть родственники. Они живут у себя в гетто, у них своя экономика в экономике, они не работают на европейских предприятиях, они зовут к себе своих родственников, они к ним приезжают, ноги нелегально. И вот так вот подтягивается, подтягивается и так далее. Где же здесь вопрос рабочей силы? Если бы все дело касалось исключительно рабочей силы, то это делается иначе. Вот вам нужно там 100 тысяч рабочих рук, не хватает, как это было в Европе 60-е годы, после военного восстановления 50-60-е годы. Нам не хватает столько-то рабочих рук. Вот Германия заключила с Турцией соглашение в свое время, да, согласно которому энное количество турецких рабочих приезжает в Германию, работает, еще раз скажу, 60-70-е годы это действовало. Работают год и уезжают обратно в Турцию, потом их место занимают другие турецкие рабочие, они приезжают, работают, опять уезжают. Вот нехватка рабочей силы таким образом компенсировалась. Впоследствии смягчили требования в рамках этого соглашения с Турцией к рабочей силе. Убрали, значит, условия, что рабочий только год работает и должен потом быть ротирован новым рабочим из Турции. Разрешили ему остаться, потому что, во-первых, это негативно сказывалось на эффективности рабочих, так как этот уже с опытом, он год отработал, а новый приезжает, его заново надо обучать. Вот, позволили остаться. Потом увеличили количество требований численности. То есть, ну, нужно было больше еще рабочих, еще завезли. При этом смягчали условия их пребывания в Германии. И потом разрешили привозить с собой семью. Ну, рабочим уже плохо одному, что он тут без семьи, уже не год работает, да, а много лет. Ему надо семью вернуть, что он там будет, пусть в Германию приезжают. И вот так вот это и происходило, понимаете? Это то, что касается нескольких поколений в прошлом, да, вот этих вот поколений мигрантов в прошлом. Не современных. Современные просто приезжают вот как беженцы, как, значит, по всяким разным причинам находят повод. Вот. Рабочий вопрос, точнее, нехватка рабочих рук в 60-е годы решалась в Германии вот таким образом, как я сказал. Но не только этим ограничивалось, потому что приезжали рабочие из европейских стран, например, из Румынии. Вот во Франции изначально, 50-е, 60-е годы, когда был очень мощный экономический бум после войны, восстановление, затем бум, тоже была проблема с рабочей силой. Не хватало, это правда. Но к арабам они обратились сильно позже. То есть изначально главный источник рабочей силы во Франции был Португалия, португальца. Кстати, во Франции до сих пор португальцев порядка, там, более полумиллиона проживают. Португальцев, вот это как раз они оттуда. Также представители восточных народов, восточноевропейских народов, итальянцы. Вот, кстати, в Германии было очень много итальянцев в 50-е, 60-е годы. Потом в Италии уже начался рост, они в Италию стали уезжать, и сейчас итальянцев в Германии мало. Вот такая была история. А когда тебе рабочей силы не хватает, ты так и работаешь. Когда у тебя бесконтрольный приезд, огромное количество людей на рабочие руки, которых, в общем-то, спрос особо не видится, это уже, извините, это уже немножко другое. Это уже надо менять миграционную политику. Нет, я не считаю, что это какое-то замещение целенаправленное. Нет. Это скорее нежелание поднимать этот вопрос, острый вопрос, поднимать который, может быть, даже бояться. Да не будет никакого побеления, человек космического будущего будет выглядеть как помесь Н-Ворд и Азиата, прям как в Саус-Парке, что ли. Единственное, что мы можем сделать, это спасти культуру и передать им ее. Ну, я не столь категоричен. Я все-таки считаю, что мы должны сохранить свою расу не потому, что я расист или что-то такое. Ну, а почему бы и нет? Ну, то есть китайцы хотят себя сохранить, африканцы хотят себя сохранить. Почему мы не должны хотеть сохранить себя? Я считаю, мы должны это сделать. Другой, что это не должно быть какой-то политической программы или самоцелью, да? Но в целом мне бы хотелось, чтобы в Европе снова стали рожать по два-три ребенка. Ну, хотя бы по два. Хотя бы по два. В целом пушат еще дальше по самым разным причинам. Кто-то по христианским причинам, кто-то по социалистическим, коммунистическим, просто либеральным причинам. Такое бывает. Католическая церковь – одна из таких причин. Да, вспоминаем, как Папа Римский. Ну, тенденции начались, конечно, во времена Холодной войны, это правда. Я как раз описал одну из таких. Это изменение порядка въезда и работы тура в Германию. Колонизация, да, она повлияла. Конечно, падение колониальных империй и то, что во Франции в основном алжирцы, например, да, это тоже не совпадение. То, что в Англии пакистанцы – это бывшая колония, конечно, это не совпадение. И мыл ноги, значит, черным, рандомным каким-то хребом. Просто потому, что они черные. Ну, это буквально его позиция. То есть, это, в принципе, общекатолическая позиция. В общем-то, католическая, значит, вселенская. То есть, она как бы для всех, для Бога нет ни Эллина, ни Иудея. То есть, всё вместе, короче. Это вот такая современная европейская культура. Ну, я бы не сказал, что это прям католическая позиция. Но да, католицизм, он действительно ко всем расам относится в целом с открытой дверью. То есть, открывает дверь для всех, это правда. В этом ничего плохого я не вижу. Собственно, то, что европейские ценности распространяются по всему миру – это заслуга католицизма во многом. Здесь нет никаких проблем. Тем более, что ты ничего не сможешь делать с тем, что мир глобализируется. Обратить спять этот процесс нельзя. Но, как вот верно Максим заметил, хотя я не совсем согласен, что он сказал, что мы можем действительно спасти культуру и передать им её. То есть, вот этой всей массе, да, смуглой массе, жёлтой массе, передать европейские ценности – это действительно очень важно. Потому что эта масса огромная, и эта лавина – её не остановить. Её можно изменить, передав им те ценности, которым следуем мы. Но, правда, я-то считаю, что мы тоже должны сохраниться при этом. У португальцев в своё время был лупотропикализм, что-то типа вот этого. Целая такая политическая концепция при Салазаре. Вот. Лузотропикализм, вроде так называется. Согласно которой португальская нация, она имеет огромное преимущество перед всеми остальными. Она гораздо ближе ко всем народам, живущим в колониях. И она их не угнетала, как все остальные колониальные империи. Именно поэтому под главенством Португалии может возникнуть новая, так сказать, общность, смешанная общность. Что-то типа очень отдалённо напоминающее то, что Путин предлагает сейчас глобальному югу. Но положительно, не негативно, потому что там не было какого-то антизападного содержания. Виновата в конечном итоге, конечно, христианство. До христианства виноват ещё римский империализм, на который это христианство нанизалось в свою... Римский империализм, это интересно. Правильно. То есть, если бы Рим не деградировал в империю, то не было бы христианизации Европы. Она была бы невозможной. Ну и так далее. Ну, почему же не было бы христианизации Европы? Христианизация Европы в значительной степени произошла уже после того, как Римская империя перестала существовать. Вот, то есть, Римская империя, она не всю Европу затрагивала, да? Это важно. Даже, наверное, меньшую часть Европы, если считать Европу пространством от Лиссабона до Уральских гор, то там треть Европы максимум, да? А тем не менее, вот это пространство, оно всё христианизировано. Ну и плюс не надо забывать, что христианизация-то была очень сильно не только Римской империи, но и дальше на восток. Да, в Индии христианство было, в Эфиопии христианство было. И получила такие интересные формы. Опять же, откуда настарианство Монголии взялось? Потому что оно туда проникло, представляете, какую огромную территорию преодолело. Оно прекратило своё существование за счёт физического уничтожения, за счёт ислама. Такая история. Ну ладно, пусть будет так, пусть будет так. Я не против. Христианство действительно универсалистская религия, которая единственная подходит для космического человечества. То есть, для такого периода в нашей истории, когда мы уже будем проживать в космосе. Я с этим согласен, я не считаю, что это плохо. Для меня это преимущество, а не недостатки. То есть, это очень длительный процесс. Играют ли евреи роль? Ну, конечно же, играют. Как могут не играть роль? Играют, конечно. Но другое дело, что, опять-таки, для того, чтобы не было очернения Европы, чтобы Европа не чернела дальше, если уж вы верите в то, что евреи играют какую-то такую гигантскую роль в этом почернении Европы, Северной Америки и так далее, ну, почему бы не выступать за то, чтобы эти самые евреи жили в отдельном государстве, хуйное, где они подрывали бы... в Биробиджане? Ваше общество, да? То есть, почему бы, как бы, евреи не жили бы в Израиле и всегда, как бы, а там уже, как бы, чернеет Израиль, не чернеет, а то уже... Ну, если посмотреть на израильских солдат, там есть чернокожие парни вполне себе. Ну, опять же, очень странно, что христианство является основной причиной, учитывая, что христианство существует 2000 лет, более 2000 лет, а Европа чернеет стала только после Второй мировой войны, вот. Ну, может быть, все-таки проблема-то подчернение Европы в Второй мировой войне, в кризисе, который последовал после нее, да и она сама была кризисом, и в распаде колониальных империй. Мне кажется, здесь больше ответов мы найдем на свои вопросы. Христианство – это не люди, которые тыкают себя пальцем. То есть, на протяжении 99% истории христианства в Европе, Европа была белая, прям вообще белая-перебелая. Груди называют себя христианами. Христианство, оно не состоит из людей, которые называют себя христианами. Христианство – это исторический тренд, который в себя включает и либерализм, и социализм, и коммунизм. То есть, даже если эти люди называют себя атыми. Консерватизм тоже включают. Абсолютно любую идеологию можно назвать. Это все так или иначе уходит корнями христианства. Но социализм-то вряд ли, и коммунизм тоже прямо уж так на христианстве повязаны, потому что они были и до христианства, и вне христианских культурах, даже в зороастрийской Персии. Поэтому не стоит так вот прям увязывать. Но, наверное, социал-демократия, именно образца Эдуарда Бернштейна, какого-нибудь берштенянства, определенно имела симпатии у христиан, это правда. Но, опять же, христианство – это двигатель мировой истории последних 2000 лет. Неудивительно, что оно так или иначе ответственно за эти события. Ничего не поделаешь этим. И вряд ли процесс этот изменится. Вообще мир в целом очень сильно христианизированный. Даже исламский мир, он испытал сильное влияние. Ну, это же светский ислам, это же вестернизированный ислам. А если вестернизированный ислам, значит, испытавший влияние христианства. То же равноправие женщин и мужчин, которые есть в жидидизме, это, блядь, это именно вот что в христианство выходит. Поэтому, так или иначе, ну, приходится признать, ну, мне лично приятно признать, что человечество идет вот путем, которое задало христианство. Нравится кому-то это? Нет. Нет. Недостатки, ну, есть, конечно же, негативные какие-то аспекты. Есть перегибы на местах, да, наши любимые. Но в любом случае, мир такой, и все. Как консерваторы мы должны это принять и жить с этим, и пытаться апеллировать к лучшему, что у нас есть. Это истинно. Это важно понимать. По крайней мере, я это так вижу. Вы можете это видеть иначе. Это ваше дело. Я это вижу так. Для меня это очевидно. То есть меня об этом еще надо разубеждать. разубеждать, если вам очень хочется. И это будет сделать очень сложно, потому что, повторюсь, для меня это очевидно, как 2 плюс 2, 4. Что, вон, христиане придумали, что нет ни Элина, ни Иудея. Ну, это не то, чтобы прям некое изобретение. Мне кажется, что все-таки для универсальных религий это, в принципе, характерная черта, что нет ни Элина, ни Иудея. Но касательно этой цитаты, там ведь речь идет о том, что внутри общины все христиане между собой равны перед Христом, перед Богом. Вот в чем дело. Зря вот он так апеллирует к этой цитате, не совсем корректно. Ну ладно. Просто сама по себе идея равенства внутри какой-то общины, внутри какой-то общности, так она достаточно универсальна. Она ее же не только христианство придумала. Из католицизма получается протестантизм, из протестантизма либерализм, из либерализма социализма, из социализма коммунизма. И во всех этих идеологиях внезапно нет ни Элины, ни Иудея. Все равно. Социализм мы встречаем еще у древнегреческого философа Ямбула. Вот. И даже попытки его построить в лице гелиополитов. Есть также в Персии, в Зароастрийской Персии был такой Маздак. Вот он тоже социализм пытался построить, поэтому не совсем я понимаю формационную теорию Анатолия. Но, как он верно отметил, его в этом не переубедить. То есть ему эта картина мира видится убедительной. Как так? С*** себе. Удивительно. Удивительное рядом, но оно запрещено. Да? Да. Ну, есть, конечно, и экономические причины. Другое дело, что у Японии те же экономические... Коммунизм, он появился... Ну, тот коммунизм, который мы знаем, научный коммунизм появился в результате очень кардинальных изменений в социально-экономическом укладе европейского общества, да? То есть появление массового производства, появление рабочего на сцене мировой истории. Причем здесь прямо вот это вот христианство, католицизм, протестантизм, либерализм, социализм, я опять же не могу понять. Ну, прям очень упрощенно, очень. Ну, самодержавие тоже продукт христианства, так что за то, что топит Толя, точно не избежит почернения. Самодержавие, ну, христианское самодержавие, ну, как бы, в принципе, можно сказать, что византийский, хотя некоторые считают, как мы на прошлом видео смотрели, византийский император не был самодержцем, кто-то считает, что был, ну, в любом случае, кто-то считает, что был, может сказать, что это христианский самодержец, да. А император Юстиниан, император Константин, они кто были? христианские самодержцы. Можно их так назвать? Наверное, да. Наверное, и российский самодержец все-таки был христианином. То есть, очевидно, что императоры Гольштейнгаторфской династии были христианами. Они действительно верили во Христа, скорее всего. Были верующими. Но, может быть, кто-то не был. Так или иначе, они формально были христианами. Поэтому, да, да. Экономические причины, но нет того же демографического следствия. Понимаете? Экономические причины дебьются. А вот по христианству работают. Ну, например, Южная Корея. Чем она больше христианизуется, тем больше они мигрантов принимают. Южная Корея принимает мигрантов, потому что... Ну, кстати, они принимают мало мигрантов. Сейчас они стали их принимать по той простой причине, что у них демографический переход. Причем очень тяжелый. Что-то тут Анатолий, конечно, меня удивляет, если честно. Это уже откровенные глупости какие-то пошли. Вот конкретно с Южной Кореей там как раз схема такая, что они не открывают свои границы для всех. Они, принимая к себе именно рабочую силу. Но там, извините, рождаемость 0,7. Там очко. Вот. Япония принимает больше мигрантов, пишет Илья. Ну, тем более. Ну, в Японии тоже рождаемость очко. Ну, то есть у них сейчас действительно демографический переход, и при том хуёвый очень, да. Не такой, как у нас, у европейцев. У нас лучше. У нас хотя бы 1,5 рождаемость, да. 1,4. А там 0,7. Ну, это же просто пиздец. Как так? Как так-то? Ладно. Ладно. Ладно.